Мужики, вот Андрей уже у нас собрался уезжать, но Иван Федорович посмотрел его машину и сказал, Нет, 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 не отправляй Андрея без показа его автомобиля. Ребята, действительно парень уникальный, парень с головой, парень дружит с руками, мало того, он что-то думает, что-то хочет усилить, улучшить. Иван Федорович, давайте вместе я вот буду... Вообще, для чего эта машина, это работе, Андрюш? Так, ну, во-первых, она уже не рабочая, списана она уже пять лет назад. Предприятие. Ну, осталось мне, да, так сказать, на халяву, пришлось только поменять двигатель и коробками с проводкой. А, ну, короче, взял кузов на колёсах. И кузов почти, и кузов почти не гнилой. Ну, хоть попасть и не знаю. Давай прям сзади тогда ездить здесь. Давайте, давайте, давайте начнем. Нематка заднего хода. Скажите мне, вот это автомобиль единственный, наверное, из ВАЗа, который трёхместный. То есть, один водитель, и только два пассажира тут может сесть. Вот, оттуда покажите. Ага. Разрезанные сиденья. Сиденья разрезанные. Разрезанные сиденья, вот это спинка часть. Вот, чтобы его собрать, надо поставить вот этот железный уголок. Вот так, на стандартные места откинуть сизушку. Ставить там. А это всё, Андрей, для этого. А это всё груз. Для груза, то есть, для работы, для той сё. Вот здесь у меня закреплена на болтах полузапаска. Запаска. Здесь всё открывается. Тут храню всякое брако. Вон, тут коммутатор запасный лежит. Кирпич обязательно от собой возить. Это откат, откат. Под колесо. Кусок провода. Ну ладно, ладно. Апсечка, документы. Вот такие-то не всё. Вот смотрите, покажи, какое вот здесь введение. Тут сливали бензин у него. Так, пытались когда-то сливать бензин. Теперь здесь стоит газовая заправочная штуцер. Хоть что делаете? Он не сливается. Ну, газ уже не сольёшь. Газ уже не сольёшь. Теперь здесь у него... Открываем боковую обшивку, и вот горловина заправочная для бензина. Вот куда деваться? Всё, действительно. Сливаете на здоровье? Слова такая. Не мы такие. Какая, говорит, машина, какая страна такая машина, да? Да, закрываем всё. А, идёмте вперёд. Не, не момент. Так, давай, Иван. Ещё сзади. Для удовлетворения заднего хода, освещения, были из пазика поставлены два дополнительных фонаря. Задний ход. Раз. И сзади всё видно. А, точно. И едешь. И едешь, всё видно. Труба. Обалдеть. Труба довольно интересная. Он у них есть, точно. Вот. Видишь, как? Обалдеть. Я зрением слаб, и надо, чтобы было нормальное освещение. Где-нибудь в кушарях там начинаешь задом сдавать. Слушай, а немножко... Хорошее слово сказал, в кушари. Это чисто украинское. Тут, считай, 21 ватт везде стоит. 21 умножить на 4. Так, идёмте туда. В салон. Выхлопная выведена в бок. Да, Иль Мухамедович. Кстати, тут выхлопная система, самодельная полчаса. Выполнена из нержавейки, из листового металла. Даже труба круглая, свёрнутая. Гнутая. Гнутая, ну, свёрнутая. Да, да, да. Из двух половинок сварена труба. Ещё из нержавейки чисто сделано. О, уже кайф. Аварийно-ремонтная, мужики. Ну, здесь я даже... А теперь самое страшное. Мужики, а теперь самое страшное. Андрюк, садись туда. Ваня Фёдорович, ты говори, что я... Штурман-пилот. Ты уже штурман. О-о-о-о. Всё самодельное. Всё самодельное. Так, Андрюш, объясни. Рассказывай, Андрюш. Так, для начала. Вот. Вот этот приборчик, так скажем, сделал я сам лично. Всё запрограммировал, всё я спаял. Где-то за полгода. Вот у меня это от четвёрки к четвёрке переходит. Тут у нас показывает текущее время. Тут сегодня у нас 10 сентября. Воскресенье, седьмой день недели. В салоне 21 градус тепла. Сейчас будет падать. А чё, красный вон там? А, это... Это я тоже вопрос задал. Это опустим. Дальше вот здесь у нас показывается наружная температура. То есть, что у нас за бортом? На улице у нас 20 градусов сейчас. Ну, это у нас бортовая сеть. Это напряжение. 1,8. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот сейчас будет 12. Так, вот это у нас... А вот этот дублирующий у нас датчик температуры. У нас же есть же на приборке вот здесь. Да, да, да. Он у нас показывает температуру с головки блока. Да. А вот этот датчик у меня показывает температуру с верхнего патрубка радиатора. То есть, я, если вижу одинаковые показания, то я знаю, что у меня термостат открылся. А если термостат не открылся, то большой круг-то у нас не будет работать через радиатор. Здесь температура будет всегда меньше, чем здесь. Здесь у нас уже будет за 100, а здесь будет около 90. Закипание не произойдет. Ну да. То есть, вот. А эта система у меня аварийного ручного управления электровентилятором. То есть, это ручное включение вентилятора. Захотел, а он пошел работать. Все включил. Вот это у нас показывает лампа, то, что у нас сам вентилятор работает. Вань, вот так в пробке где-нибудь стоишь, закипел. А он не включается. Ну, ручной, это удобно. Ну, конечно, вентилятор и датчик включаются, который стоит на радиаторе. Да, да, да. Ну, плюс вдруг. А потом еще у меня стоит, если на радиаторе не сработает, у меня стоит датчик еще на верхнем патрубке радиатора. Вместе вот с этим. То есть, у меня... А, дублирует. Да. Ну, самолет, я говорю. Он продублирует включение. Да, да, да. То есть, у меня на верхнем патрубке температура маленько попозже. У меня 87 на радиаторе, а там 92. Ага. То есть, этот не сработал, тот попозже сработает. То есть, у меня в любом случае загорится индикация. Я смогу вручную включить мистиллятор. Я говорю, на дорогу смотреть некогда. И на запасной аэродром смогу. Да, да, дойду. Дойду. Дальше вот это у меня тумблер самодельного трехуровного реле регулятора для генератора. Самодельный. Вау. Иван Сергеевич. Да, что он трехфазный. Еще и для каждой фазы отдельный. Вот. Вот этот счетчик моточасов двигателя, я так понял? Да. Авиационный. Авиационный, самолетный. То есть, вот я его обнулил. Я когда эту машину двигатель поставил, то есть, когда я ей владею, я проехал на ней 16908 километров. И двигатель проработал 1309 часов. Можно даже узнать, с какой скоростью ты ехал. А, не скоростью. Это пробег в километрах, а это часы. А, это моточасы. То есть, сколько за километры. Он и холостые. Он и холостые считает тоже. То есть, сколько двигатель проработал. Нет, сколько один час, сколько километров проехал. Можно же так? А, можно. Конечно, можно. То есть, можно. Мужики, обалдеть. Это самодельный у меня магнитола сгорело. Тут стоит обычный усилитель. Вот, то есть, просто включается питание. И вот. Короче, у нас производится с телефона. Тут вставляется. Регулируется звук. Ну, то хоть радио, хоть что включается. Просто усилитель, так скажем. А, ну, понятно. А откуда? Вот здесь будешь брать саму радио. Отсюда будешь брать? Андрей, не надо, я все понял. Я медленно соображаю. Ну, понятно. Потом не забуду никогда. Так, это мой самодельный спидометр электронный. Работал я над ним пять лет. Вот так вот. Мы с друзьями пробовали, программировали. Тогда еще китайских деталей особо не было. Пытались собрать из своих. Когда мы первые собрали спидометры, он был где-то вот такой тот. Андрюш, слушай. Вот как раз очень хорошая тема. Мой друг Алексей Третьяков, он, кстати, очень обрадуется, что он вчера в комментариях написал. Ульяновцы, отдам динго просто, бесплатно, в хорошие руки. Это динго, это расходомер топлива, представляешь? Он выводит расход топлива с бака. А ставить его нужен электрончик. А электрончиков никого нет. И Леша говорит, ну, кому-нибудь предложи. Я говорю, Леша, ну, я лично не поставлю. Алексей, я дам ему твой телефон. Леша, ты меня слышишь? Третьяков. Он в городе Берста, Новосибирской области. Да, ведь, по-моему, Новосибирской, город Берст. А я не знаю. Или Новосибирской, по-моему, или Иркутской. Ну, не важно. Важно, что я ему дам телефон. Новосибирь. И он тебе пришлет динго, прибор, маленький приборчик. Там, значит, датчик стоит в баке. Ты будешь точно знать, какой у тебя расход. До сантиметра кубичка. Три цифры после запяточки тает. Расход мерить, представляешь? Я понимаю. Расходомер. Ты сделай нам, придумай с Алексеем такой расходомер, чтобы я мог его как-то поставить. И он считывает, ну, может быть, через какой-то ротаметр. Проходное сечение. Проходное сечение. Он считывает, сколько прошло. Тогда ему не понадобятся никакие эти капельницы. Капельницы. Не, понятно, Наиль. Бутылки. Понятно. Ну, во-первых, точность будет хорошая. Конечно, конечно. И, этот, не надо много тратить времени. Не надо час гонять, греть. Представляешь, есть же такие, да, это, расходомерчики ставятся прямо в шланг. Там вращается, выдает уже в электронном виде все. У тебя такой в туалете стоит. И считает горячую воду и холодную воду. Понятно. А тебя разводят на деньги. А мне разводят. Давай, Андрюка, еще удивляй. Так, ну что... Не, а спидометр, Андрюш, добавлю. Спидометр из-за того, что у него машина экспортная. Да, мы в милях. А, в милях. А здесь в километрах у меня. А, здесь в километрах. Тут в километрах указано, но тут циферки маленькие в темноте не видно. Не видно. Не, ну ты просто видишь, где стрелочка. Ты примерно знаешь. Ты-то сам знаешь. А, я знаю, 60 миль надо ехать. Спасибо за километры. На чуйку. Вот. Датчик там на коробке стоит от восьмерки стандарт. Ну, от инжектора на коробке. Мужики, я совсем забыл очень интересную вещь показать. Андрюш, давай рассказывай про свои дворники. Тут у меня, короче, дворники теперь работают вот так вот. Я маленько переделал трапецию. И все это из-за того, что кузов у меня уж изрядно подгнил. И крепежное место под дворник у меня совсем, так скажем, сгнило. И дворник перестал функционировать. Там начал все клинеть. Я его маленько перенес. Ну, сначала, конечно, рассчитал... Рассчитал нормально. Рассчитал траекторию, как они, чтобы друг об друга не задевали. Скорость их подобрал. Сделал свою трапецию, сварил. И вот они меня теперь вот так тут. Ну и что, мужики, включай. Мужики, в разные стороны, говорят. Ох, ох. И зато получился у меня вот мертвой зоны. Здесь раньше мертвая зона. Вот так тут вот была. Да. А теперь у меня вот здесь больше видно. И вот здесь вот чистит. Да-да-да. Надо сказать на вас, мужики. Вы поняли, как надо делать? Машину нарвали. Здесь у нас что? Здесь у нас... Ну, это антирадар. Это антирадар, регистратор. Это у нас... Что это такое? Вот это? Вот. Это регистратор. А, к регистратору. Да. Понятно. У него есть друзья, которые, значит, четверка воды. Четверка воды. Ну, у нас кондаводы есть. Кондаводы есть. Четверка воды. Нива воды. Нива воды. И ауди воды. И ауди воды. И ланцероводы есть. Татары. А татары, они очень уникальные. Ланцероводы. Ну, вот, Андрюш. Мужики, вот. Я хотел просто познакомить своим... Это наш друг Ульяновский. Ульяновский. Он сегодня приехал к нам. Мы очень много друг друга, значит, узнали нового. Давайте на этом ролик закончим. Всем всего доброго. До новых встреч. До новых роликов. С вами Иван Федорович, Андрей и Наиль Порошин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...